Новый мировой рекорд по количеству убийств в PUBG Mobile. Наконец-то эта цифра перевалила за 50 и сегодня вы посмотрите на невероятнейшую катку от игрока, который раньше в каждом сезоне делал мировые рекорды и, похоже, решил снова вернуться. Обязательно досмотрите ролик до конца, как всегда, самые интересные и жесткие моменты именно в финале. Ну и я напоминаю про лайки и подписки, это все очень важно и спасибо за поддержку тем, кто нажал. Ну а мы начинаем после небольшой рекомендации. А спонсором ролика является компания 1Х, наиболее надежная с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы легко найдете ссылочку и там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю, конечно же, исключительно удачи и только побед. Интересно, что Вейл в последние дни и в этом сезоне очень жестко активировался. Буквально предыдущий рекорд с 49 фрагами принадлежал именно ему. Ну и теперь перебивочка, как заявляет превьюшка и название и люди, которые мне писали в комментариях, об этом видосе это 51 фраг. Нереально, скажете вы. Сейчас посмотрим. Но в режиме Арабская Ночь я даже надеюсь, что будут эти цифры побиты. Но 51 это уже, ну вот вообще 50 плюс, это уже то, что вот мы с вами хотели видеть. Сразу же нереальнейший подарок. 7 фрагов с самого начала. Я не знаю, не друзья ли это Вейла прилетели вместе с ним и так жестко ему отдались. Ну, будем надеяться, что нет, что здесь ничего не подмешано, не подтасовано, скажем так. Ну и посмотрим. Но уже это очень жесткий буст, поскольку просто с самого старта обычно игроки забирают 3, ну может быть 4 игрока, а здесь практически вдвое больше. Можно подумать, а большая ли это разница, как бы 3 фрага решают ли. Ну, конечно, решают, поскольку предыдущий рекорд 49, а этот улучшил данное показание на 2 убийства. То есть 3 фрага, они отделяют человека от рекорда. Но здесь это только начало. Естественно, нужно продержаться всю катку. Желательно нигде не нафейлить. Но обычно не бывает прям идеальных отыгрышей, потому что так или иначе что-то может пойти не по плану. Здесь какие-то всплывающие окны. Ну и пока что вот вместе с хорошим началом не сказать бы, что прям темповое продолжение. Враги куда-то делись, стреляются между собой. И, конечно же, здесь сейчас Вейлу очень важно успеть подтянуться под все файты, потому что уже несколько игроков умерло без его ведома. Использует в большом количестве порталы для более качественного и легкого перемещения по крышам. Ну и мы видим, что это более-менее срабатывает. Соперник не понял, не знал, где искать Вейла. Ого-го, интересно, это было сейчас специально сделано? Очень похоже, что да. Вот такие вот наперсточные движения. Просто поменял, перебежал, перетянул и нормально. Но это выглядело достаточно круто. Сколько соперников осталось? Трое. Ну вот, 13 фрагов, это то, к чему нужно стремиться выйти здесь. Ну и, в принципе, это довольно стандартный результат среди рекордсменов. То есть, здесь какого-то бешеного буста в начале Вейл не получил. И ему придется отыгрывать уже больше фрагов в мидгейме или в лейтгейме. Здесь, конечно же, еще будет зависеть от сервера, потому что сейчас мы видим 97 элайв. Это хорошее количество живых. Держится оно достаточно бодро. Ну и тут немножечко такой кроссфайр получил, но отхилился на фулл столб. Замечательно пробросил хаешку. Враг среагировал. Интересно, что по рангу. Посмотрим, продемонстрирует ли он его нам. Там уже, в принципе, время прошло со сброса сезона. И, ну, хотелось бы увидеть что-то корону или выше. Ну, желательно, конечно же, ас. Но пока по соперникам, в принципе, можно сказать, что каких-то прям лютых, отбитых ботинков я лично не вижу. То есть, пацаны что-то делают, как-то бегают, что-то пытаются сыграть. Но не все получается. Плюс, конечно же, Вейл очень четко держит позиционку. И за счет этого имеет хорошее преимущество. И кажется, что ему легко дается. Но на самом деле легко это, когда человек умеет, вот как Вейл, делать все правильно и грамотно. Хорошая, по идее, должна быть ХАЕшка. Пытался ее прикрыть под выстрелами. Враг вроде как в углу, но странно, что его не дамажит. Молотов тоже может его не взять, поскольку мы знаем вот этот вот баг с углами. Здесь похоже, что попал. Да, наконец-таки с четвертой гранаты все-таки смог выбить из глухой обороны данного парнягу. И это полная зачистка стартовой локации с 13 убийствами. После этого, очевидно, пойдет Джин, П90, еще портал Жезлы и следующие темки для более успешного, хорошего и качественного продолжения игры. Ну да, вот оно в принципе так и идет. Вам Вейл рассказывал какую-то движуху, что ему прислали письмо. А я тогда расскажу вам про телеграм-канал Эрокез Биба. Это мой канал, в котором я регулярно раздаю UC-шки своим подписчикам. Просто за то, что вы такие классные. Приходите, участвуйте, забирайте вот сегодняшние победители. Ну а все UC-шки предоставлены OnTop UC Shop. Это лучший магазин с отличными ценами, большим количеством способов оплаты. Все удобно, быстро, надежно и безопасно. Переходите по ссылке в описании или QR-коду, который на экране и подписывайтесь на OnTop тоже. Потому что кто не подписан на OnTop UC Shop, в розыгрыше не победит. Хороший такой вариант поляны с дропами. Вейл сразу же под него подтягивается. Кстати, по сетапу немножечко нестандарт. Это ФАМАС. Ну, по 90 понятно. Сейчас это оружие очень сильное и его использует абсолютно каждый. Здесь запутался в портале. Но нет, нормально, все хорошо. Пока вру немножечко постреляли. Кто-то пытается застелить фраги. Ни в коем случае. И Вейл, похоже, что даже сейчас предпримет решение забрать вот этого человека, нежели чем попытаться залутать дропы. То есть ему важнее сделать лишний фраг. Важнее не упустить своего оппонента. Если что, к луту всегда можно будет вернуться. Прекрасно было видно, что их там двое. Поэтому просто так в лоб лететь не стоит. Но благо, ковер-самолет бесшумный. И поэтому можно вот так аккуратненько проехать бачком. Но соперники все видели, все знают. Использует уже, наверное, 20-й портал. И очень хорошо обманывает соперников. То есть просто прыгает между ними. И враги не успевают сориентироваться, оказавшись в диспозиции. Вот она сила порталов. Вот настолько они хорошо себя показывают. Патроны на П-90 постепенно заканчиваются. Но еще хватит на два файта точно. Мы слышим соперника с ДБС. Теперь это не такое уж невероятно сильное оружие. Но все равно стоит быть осторожным. И, естественно, просто так не выходить. Здесь очень опасный момент. Но Вейл играючи с ним справляется. Но, к сожалению, скипает очко. И первое на сегодня было пропущено. Ну что же, у нас еще будет много возможностей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая опасная была только что граната. Крайне повезло, что она не нокнула. Иначе пришлось бы уходить на реанимацию. И особо внимательные игроки сейчас смогут заметить, что у Вейла всего лишь одна жизнь. Хотя он затащил непосредственно файт на старте. То есть где-то здесь его перестреляли. Его убили. И он нам этого не показал. Довольно-таки грамотно скрыл за склейками. Ну и получается, что вот уже где-то потерял в темпе. И в теории могло быть еще больше фрагов. Кстати, я не обратил внимания. Но я не думаю, что это все-таки разные катки. Надеюсь, что нет. Вроде Вейл за таким на моей памяти замечен не был. Но все может быть. Здесь в принципе хороший вариант атаки. Но находится в диспозиции и мало здоровья. Поскольку есть два нока... Это вы хашли? Ой, это спидхак или что было только что? Чувак как-то... Не, наверное, лагал. Очень странное поведение вот этого парня. Непонятно, то ли у него пинг высокий. То ли он действительно какой-то не самый честный. Но главное, что Вейл с ним справился. Можно постоять за порталом. И подхилиться. На половине здоровья, конечно же, находиться не хочется. Четырнадцать патронов на П-90. Нужно уже потихонечку от него избавляться. Ну и здесь сейчас... Единственное, что немножечко подвосполнит здоровье. И дальше продолжит свою атаку. Поскольку соперники в этой общаге, по идее, остались. Ну, может быть, они перебежали в соседнюю. Но то, что враги еще есть на этой локации, это сто процентов. Забирает тикток Рокси. Звучит как никнейм девочки. Мне кажется, что Рокси это все-таки больше она. Тут спалился с наводкой. И слева еще кто-то стреляет. Двадцать девятый фраг. Кстати, тем временем... Пацаны просто подъезжают достаточно агрессивно. Хорошая граната рикошетом. Жалко, что никого не забрала. Могла очень неплохо так здесь навести суеты. Кстати, не тратит время и инвентарь на танцгранаты. Как выяснилось, это... О, надо добить. Добей, пожалуйста. Хорошо, это супер очко! Отлично! Так вот, как выяснилось, эта граната достаточно бесполезная. И использовать ее в качестве какой-то атакующей... Ну... Хаешка или Молотов гораздо лучше. Да, у Вейла есть две в инвентаре. Ну, наверное, держит на всякий случай. По сравнению с тем, что у него там пять или семь Хаешек и парочку Молотовых. Это... Ничего. То есть, решил не тратить свое пространство инвентаря на не самые эффективные атакующие вещи. Ну, естественно, что бы нет. В принципе, довольно разумно, логично и правильно. Замечаем игрока на ковре-самолете. Крайне тяжело его вынести. Даже с М416. Ну и плюс, конечно же, сейчас хочется заполучить чуть побольше пятерок. Поскольку один рожок это не то, чем стоит располагать для дальнейших файтов. Благо, трупов здесь много. И проблем какой-то с тем, чтобы налутать патронов уж точно не должно быть. Патроны это одно из самых просто достигаемых видов амуниции. Но Вейл не очень хочет тратить на это все время. Он постоянно в какой-то агрессии. Постоянно в каком-то файте. Но вот все-таки придется подойти. И конкретно в этой коробке не оказалось. Ничего. Тут вариантов много. Вот он, целый пак пятерок. Все отлично. Благо. Игроки носят их с собой обычно в большом количестве. Даже в большем, чем нужно. Поэтому вот сразу же подзаполнился. Даже сбросил семерочных патронов. Тоже вот на пулемет у него особо нет второго, третьего дополнительного рожка. Но зато много на М. Хотя вот сейчас использует такой небольшой трюк. Можно было еще выложить прицел и там с ним сделать некоторые махинации. Но все равно даже предпочитает гранаты. Нежели чем большой пак патронов. Пока временная затишь. Вообще соперники вроде как прилетают. Но при этом не делают каких-то агрессивных действий. И Вейл за это их наказывает. Потому что если не атакуешь ты, то атакуют тебя. И он в принципе этим прекраснейше пользуется. Выходит на крышу и забирает целый скват игроков. Которые решили подойти сюда и подъехать на раздачу люлей. 31 элайф на 36 фрагов. То есть как бы теоретически, да. Если ну вот немножечко так пофантазировать. И считать, что все еще реанимации не закрыты. То есть нужно это тоже понимать. Что элайф может оставаться таким при достижении еще нескольких фрагов. Можно пофантазировать на 60 убийств. То есть это реальная ситуация с реальными возможностями. Но понятное дело, что конкретно в таком случае уже не все зависит от игрока. В частности от Вейла. Например вон есть какой-то эльвинчик. Который в киллчате уже третьего подряд игрока забирает. Было бы неплохо разобраться с ним лично. Но пока есть вот другие проблемы в виде вот этого парня на верхнем этаже. Плюс еще кто-то снизу прыгает. Подожди было слышно. Я слышал другой топот. Более близкий. Или же это у Вейла настолько хорошо выставлены звуки. Сложно сказать. Но при этом общаги принесли очень много. То есть здесь прям количество фрагов увеличивалось в нереальнейшей прогрессии. Но вот как мы видим довольно быстро еще парочку игроков умерло. Ну и сейчас уже закроются реанимации. Так что конкретно у Вейла здесь до 60 дойти точно не выйдет. Но я все еще верю, что это возможно. Я прям не сомневаюсь в том, что кто-то ну хотя бы попытается близко подобраться к этой цифре в режиме Арабская ночь. Можно проверить корабль, поскольку он находится близко. Но Вейл еще имеет инфу об одном сопернике здесь. Он там что-то настреливает. Непонятно, то ли это бот, то ли человек, который им прикидывается. Здесь нужно быть довольно осторожным. Мало ли вдруг все-таки человек перехитрит игрока и мирового рекордсмена. Но нет, все довольно тривиально. Просто забросал огнем и не дал бегать. Плюс еще слышно, как враг перебегает в дальнюю комнату. Хорошая хаешка. Вот здесь опять же это супер-мега... Подожди, кстати, 31... А, это 31-го было супер-очко. А это, конечно же, супер-мега-кипер-очко! Хорош! Так много фрагов, так много информации. Что-то я запутался. Интересно, почему он решил кидать именно от оконной рамы рикошетом. То есть, он это сделал специально. При условии, что... Враг, ну, как будто бы забился бы в угол. То есть, ну, мне кажется, большинство игроков... Они бы все-таки кидали хаешку вот так. И здесь сейчас тоже, опять же, заранее гранаты. Вот, не знаю, что-то мне кажется в этой игре немножечко подозрительным. Но, наверное, это мое такое недоверие. Все-таки Вейл... К Вейлу у меня уже, если кто не знает, были мысли. Я считал его читаком. Сделал там один или два видоса. Где прям, ну, очень сильно не верил в те или иные моменты. Это было достаточно давно. И Вейл в ответку мне сделал видос с хендкамом. Там, там, с камерой, что все было видно. Что он делал, там, какой-то очередной рекорд. И, ну, реально настрелял много фрагов. А не как это обычно. Там, в матче делает человек 40. А потом с хендкамом 20. И такой, типа, вот, смотри, я молодец. Не-не-не. То есть, там, реально, он настрелял тоже очень много. И после этого я такой, типа, окей, я был неправ. Как бы, харю закрыл, базар у Зира реально умеешь. Вот. Поэтому здесь, как бы, я все равно к Вейлу... Ну, где-то вижу какие-то моменты, которые у меня вызывают вопросики. Но уже некий такой вариант того, что он всем все доказал, у меня лично имеется. Поэтому не могу, не могу ничего сказать в его сторону. Потому что это может быть незаслуженно. 44 убийства есть. Подбираемся все ближе. Ну, и количество игроков еще пока позволяет. Благо, никто не умирает ни от зоны, ни от друг друга. И замечает УАЗик. Это хорошо. Будем надеяться, что там сразу несколько игроков. Для Вейла это хорошая возможность. Но, к сожалению, он какой-то парняга с ДБСа наказывает. Минус один потенциальный фраг. Пытается зайти на некий перерез. Немножечко подумал, скорее всего, эти чуваки едут на дроп и будут его лутать. И действительно, это оказалось так. То есть, тут прочитал. Какой-то еще игрок забирает еще один потенциальный фраг. И похоже, что здесь всего лишь один чел. Да, не тот урожай, который бы хотелось видеть. Что здесь в дропе? Гелик. Что-то все прозрачное, семерочное. Что-то нихрена не видно вообще. Как ты там разбираешься? Ну да ладно. Главное, чтобы Вейл видел. Нам-то что? Слева слышен топот. Вовремя успел отлететь. Но здесь у соперника небольшое преимущество по позиции. Но он им решил не пользоваться. А просто выйти и попытаться отыграть топорно. Пострелять. Как будто бы ты играешь против ботинка. Но, как мы видим, с Вейлом такое не прокатывает. В этом, в принципе, и разница. Сильного игрока и не очень. В том, что сильный игрок наказывает за малейшую ошибку. За небольшое даже неправильное действие. Здесь оба в поле. Но у Вейла есть рядом камень. И враг не замансил. Не получилось. Тоже не имел транспорта. И за это был оштрафован. Замечает еще одного чувака в поле. Что-то их здесь разбегалось как-то много. И все сольники, и все такие подарочные. И все так приятно умирают сразу же. То есть, даже нет у кого-то возможности застилить. Это, конечно же, приятно. 48. Да, ровно 51 остался здесь. То есть, нужно убить абсолютно каждого. Кто сейчас на сервере. Вопрос, получится ли. Здесь Вейлу, конечно же, нужно играть агрессивно. Он не будет просто сидеть и ждать. Пока враги себя как-то покажут или проявят. Ну и если он остался один в два. То, наверное, это наиболее простой вариант сейчас для него. Просто найти, прочекать, получить какую-то информацию. И после этого уже разыгрывать данное дуо. Потому что, скорее всего, они будут вместе. И тебе не придется искать следующего. А пока что ездит по таким довольно логичным местам. То есть, подъехал к Кимпу и услышал, что человек имеется. Мы это видим и на миникарте. Единственное, что я не до конца понял, где конкретно находится кто-то из соперников. Но я надеюсь, что Вейл разобрался. Ну и будет сейчас его как-то потихонечку душить. Благо, для этого есть все. Гранаты, утилити, порталы, патроны. Все, в принципе, что нужно. Пробрасывает дымы. Если честно, необычный выбор. Давай посмотрим, с чем он связан. Связан он с тем, что он до конца не понимает, где находится враг или что. Прочекал угол ХАЕшкой. Враг оказывается не там, не внизу. Техника бесконтактного боя. Не хочет совершенно никак подставляться. И, как мы помним, был какой-то чувак в киллчате, который убивал с ДБС. Вполне возможно, что это один из них. Тоже вот важная информация, которую мы могли подчеркнуть из киллчата. Ну и нужно здесь поэтому выходить крайне осторожно. Не давать себя шотнуть, если что, с дробовика. Сейчас вы видите довольно показательный вариант того, как стоит чекать дома, чтобы вас не убили. То есть здесь не забегает никогда вглубь. С помощью третьего лица просматривает за стенки. И вот он он. Вот он он, соперник, которого мы нашли. Ну и я уверен, что вот конкретно этот враг сейчас скажет, что вейл читер. Что его, как ты его мог найти, как ты настолько хорошо знаешь, как ты не подставляешься и так далее, и так далее. Хотя мы видели, что он уже две минуты бегал здесь вокруг. И как раз находил. Да, это тот самый парняга с ДБС. А килл рекорд видео was almost чего? Чего, чего, чего у тебя там видео, какие-то проблемы? Ой, начинается. Я не успел прочитать, очень быстро было всплывающее. Окно с надписью, но что-то ему там... Что-то какие-то сложности появляются у Вейла. Вот заметили? Как рекорд, так сразу запись ломается. Так сразу что-то куда-то не туда. Что-то вот до этого запись ни у кого не ломается. А как вот что-то важное, так сразу же какие-то темки. Ладно бы ты первый день снимал, но это уже даже не первый год. Но я пока не вижу никаких трудностей или каких-то вот вариантов. И да, это, друзья мои, супер-мега-гипер-ультимейт межгалактическая шкачка! Лайк здесь видео, иншер, рид, бла-бла-бла. Ну понятно, ранг покажешь, братуха, или оно не надо? Как мы знаем, теорема Ирокеза, если ранг не показан, значит он меньше аса. Поглядим. Но, тем не менее, рекорд сделан в соло. Напишите, что вы думаете, есть ли у вас к нему вопросы. Но, по-моему, достаточно легитимный, достаточно неплохой. Да, без ранга. Спасибо за просмотр и удачи вам. Увидимся завтра, ведь видосы каждый день. Нихера себе ты орешь!